Новую танковую дивизию сформируют в Центральном военном округе до декабря. И частью его станет полк, расположенный в Чебаркуле. Сейчас идет набор контрактников. Конкурс, три человека на место. Об этом командующий войсками ЦВО рассказал на праздновании Дня танкиста в Чебаркуле. Подробности у Егора Хвисюка. На несколько часов площадь возле памятника танкистам в Чебаркуле превращается в зону боевых действий. Из импровизированных окопов выезжают танки Т-34 и ИС-3 и двигаются прямо среди толпы людей. Вслед за ними сто пехотинцев в форме времен Великой Отечественной войны. Это воссозданная сцена одного из важнейших сражений Второй мировой войны – битвы на Курской дуге. Днем танкиста поздравляю! Всех, кто в стране на ты! Долгих лет я вам желаю! Пусть сейчас будут мечты! Чебаркуль отмечает День танкиста. И историческая реконструкция – это часть праздника. Пригласили на него и ветеранов. Офицерам запаса вручают медали за воинскую отвагу. Затем приходит торжественное возложение цветов на монумент в честь павших в боях танкистов. И военный ансамбль исполняет песню «Три танкиста». На праздник приехал командующий войсками Центрального военного округа. Владимир Зарупницкий напоминает – здесь, на базе Чебаркуля, раньше располагалась 7-я отдельная танковая бригада. А теперь на ее основе создается новый танковый полк. Служить там будут контрактники. Конкурс – три человека на место. И этот полк станет частью танковой дивизии. На сегодняшний день формируется 90-я танковая дивизия. И бригада, и дивизия. 7-я танковая бригада уходит в историю. Она провела в истории свой очень важный шаг сделала. И на ее фондах, на ее базе мы уже, наверное, завершаем формирование 90-й танковой дивизии. Формирование танковой дивизии планируют завершить до декабря. Отмечают День танкиста и в самом Челябинске. Ведь наш город во время войны называли «Танкоградом». Празднование проходит в Саду Победы. Любой желающий может вблизи рассмотреть танки, выпущенные в Челябинске. А на главной площади парка проходят показательные выступления военных.